Хорошее место пусто не бывает. 7 тысяч лет назад на месте нынешнего Белграда обитали племена археологической культуры Винча. В 3 веке до н.э. свое поселение Сингидунум здесь основали кельты. Затем тут побывали римляне, византийцы, болгары, венгры, турки. Под сербским названием Белград город впервые упоминается в 9 веке. Прошлое и настоящее столице Сербии в сюжете нашего корреспондента Дмитрия Воздвиженского. Белград или Београд, как легко догадаться, переводится как Белый город. Очень красивое славянское название. А любимое место прогулок жителей Белграда, старая крепость на берегу Дуная носит турецкое наименование Калимигдан, которое переводится уже совсем по-другому – город на ратном поле. Сербы с горечью говорят, что их столица Белград только на протяжении 20 века пять раз подвергался жесточайшим бомбардировкам. А на протяжении всей своей истории, которая длилась 23 века, город 38 раз сносился до полного основания. А вот эти стены, которые остаются самыми старыми в городе, относятся лишь к середине 18 века. За вход в Калимигдан денег не берут. И сама крепость, и примыкающие к ней районы – один огромный экспонат, рассказывающий о непростой истории сербской земли. Весной 1867 года последний турецкий комендант Калимигдана торжественно обнародовал указ султана о выводе турецкого гарнизона из крепости. И это при том, что сам Белград уже 37 лет был столицей независимого сербского княжества. Это очень важный стратегический пункт, очень важный пункт, за обладание которым боролись все. И поэтому он был ровно 38 раз в своей истории разорен. Это ворота Востока, ключ Запада и оплот христианства. Недаром его так называли в истории. На одном из бастионов Калимигдана, расположенного на стрелке у слияния Саввы и Дуная, на высокой колонии стоит памятник сербскому воину – знаменитый победник. Обнаженный бронзовый солдат устал и опирается на меч. Историк Радуля Челакович считает, что этот памятник наполнен глубочайшим смыслом. Времена меняются, вместе с ними военная форма и знаки отличия. Но сербы всегда остаются сербами, готовыми защищать свою землю с мечом в руках. И никогда не желающими войны. Неслучайно в руке у воина голубь – образ святого духа христианства и символ мира. Говорят, что этот памятник, созданный скульптором Иваном Мештровичем, в 1928 году сначала хотели установить в самом центре Белграда. Но нагота воина вызвала возражение у благопристойных горожанок. И тогда победник поставили здесь, в старой турецкой крепости Калимигдан, на границе с Австро-Венгрией. В 1896 году в Австро-Венгрии отмечали тысячелетие Венгерского царства. Конечно, тысячу лет назад, в 1896 году, никакой Австро-Венгрии не было. Но, тем не менее, праздник принял грандиозный размах. И в связи с этим было построено пять башен. Центральная в Будапеште, а остальные четыре по сторонам света, чтобы отметить границы Австро-Венгерской империи. И южная проходила как раз здесь, в Сербии. То есть вот на этом самом месте заканчивалась Австро-Венгрия и начиналась Сербия. Сегодня это уже Белград. В долгое время башня была заброшена, пока популярный сербский художник Джорджи Чубрила не решил открыть здесь свою картинную галерею. Место-то действительно интересное, наполненное историческим смыслом. И Белград отсюда хорошо виден. Как говорит помощник художника Александр, сколько времени он жил рядом с башней, никому она не была нужна. Зато теперь будет хорошее место. Современный Белград – очень тихий, симпатичный город. Кажется, нет и не может быть тут хоть сколько-нибудь серьезных проблем, пресловутых великих потрясений. Но нет. О трагедии недавнего прошлого напоминают современные руины. Для многих бомбардировки европейской столицы в конце 20 века стали настоящим шоком. После натовской бомбардировки Белграда прошло уже почти 10 лет. Но следы той войны еще можно обнаружить в городе. Вот, например, то самое китайское посольство, в которое случайно влетело две американские ракеты. Точечный удар пришелся не в ту точку. Китайцы, конечно, отсюда уже давно съехали, а вот желающих купить это здание так до сих пор и не нашлось. Генштаб, Министерство обороны, здания разведки – все эти здания в центре города до сих пор разрушены. Что делать с ними, сербы пока так и не решили. Может быть, они будут проданы, и на их месте появятся дорогие отели и торговые центры, построенные на ратном поле уже конца 20 века. Белград – город, где вас всегда вкусно накормят. В сербских трактирах, кафанах кухня разнообразная и порции весьма солидные. Среди ресторанов Белграда есть национальные, интернациональные, клубные, быстрого питания, то есть какие душе угодно. И все они оставляют приятные воспоминания у гостей Белграда со всего мира. Но один из ресторанов сербской столицы вызывает большой вопрос. Большой вопрос в самом прямом смысле слова. Потому что именно этот, ехидно выгнувший спину знак припинания, гордо красуется там, где обычно находятся вывески с названиями. Знак вопроса над входом в этот ресторан висит уже больше ста лет. История получилась очень простой. Вначале трактир назывался «У собора», в честь кафедрального собора, который находится через дорогу. Но церковники были против, чтобы в честь их храма назывался какой-то ресторан. И требовали его переименовать. Хозяин согласился, но пока суть до дела, раздумывая, как бы назвать свое заведение, повесил над входом большой знак вопроса. Ничего путного в голову ему не пришло. Так ресторан теперь и называется – знак вопроса. Ресторан со знаком припинания вместо названия в самом центре Белграда уже много лет хранит многие традиции старой Сербии, которая испытала сильнейшее турецкое влияние. Например, самое популярное блюдо в этой закусочной – небольшие котлетки, в которых истинный ценитель восточной кухни сразу же опознает обыкновенный, точнее классический кебаб. Да и сербское их название перекликается с турецким кушаньем – чевап. Правда, повариха Йованна, которую готовят чевап уже много лет, считает, что он гораздо вкуснее, нежели кебаб. Причем раскрыть рецепт чудо-котлеток она напрочь отказывается. Так что и тут кроется большой вопрос. Отменное кушанье в Белграде можно отведать во многих уютных кафе на главной ресторанной улочке – Скадерля. Хватает здесь и популярных питейных заведений. На этой улице находится памятник Джура Якшичу. Одному из самых любимых сербских поэтов. Как многие поэты, Джура любил выпить. И потому поэты современные, выходя ночью из местных ресторанчиков, имеют привычку оставлять бокалы с недопитым вином где-нибудь возле памятника поэта. Вроде как выпить Джура за наше здоровье. И что удивительно, Джура пьет, потому что к утру все напитки таинственным образом исчезают. Циники, которым недоступна романтика городских преданий, поговаривают об охотчих додормовой выпивке попрошайках. Но настоящие любители сербской словесности нисколько не сомневаются в питейных талантах покойного Джуры. Он ведь был настоящим поэтом. В Белграде наступает вечер, и все, кто стремятся найти друг друга, отправляются на площадь республики. Площадь республики – главное место встреч в Белграде. Здесь трудно потеряться. Можете быть абсолютно уверены, что 90% всех этих людей обязательно кого-то ждут. Так что если вам назначили встречу в Белграде у коня, то можете не раздумывая идти к памятнику князя Михаила, который рукой показывает направление, куда надо гнать турков, освобождая Сербию. Уже много лет место встречи изменить нельзя. Вам это подтвердит любой, кого вы здесь встретите. Звона Амир и Марка считают, что это самая удобная площадь в Белграде, чтобы назначать свидание девушкам или просто находить друзей. Мы ждем здесь наших друзей, чтобы отправиться на вечеринку. Мы почти всегда встречаемся здесь, потому что здесь можно найти кого угодно. Привет, Россия! Повстречавшись на площади республики, многие отправляются на улицу Скадерля или в тот же знак вопроса, или в другие ресторанчики города, в коих недостатка никогда не было. Здесь они с удовольствием пропускают по стаканчику сливовицы, причем одну рюмку они могут тянуть на протяжении нескольких часов. Для этого даже есть специальная посуда. Конечно, в современных ресторанах вы таких рюмок уже не найдете, но в заведениях, которые считаются истинно сербскими, крепкие спиртные напитки подают исключительно вот в таких интересных мензурках. Почему это происходит, сказать трудно. Но считается, что сербы просто очень эмоциональные люди, и поэтому во время застолья, когда они разговаривают, они очень сильно размахивают руками. И вот с такими рюмочками им обращаться было удобнее. Живили. Сербская Белград, турецкая Калимигдан. Если объединить оба названия, то получится Белый, то есть прекрасный город на ратном поле. Такое имя сербской столицы очень подходит. Белград на своем веку вытерпел столько, что впору удивляться, как он вообще не исчез с лица земли, и как его жителям удалось сохранить такое удивительное жизнелюбие и гостеприимство. Этот город всегда возрождался из пепла, и люди на протяжении многих столетий с фантастическим упорством отстраивали его заново. Наверное, это на самом деле очень хорошее место на земле. Редактор субтитров А.Семкин